День 2D художников Прежде всего, наверное, с историей компьютерной графики, когда она появилась и так далее. Ну и тут существенно сказать, что компьютерная графика появилась с развитием компьютера, да, все знают историю Apple, там, Windows и все играли, наверное, в игры, да, то же самое, там развивалось это все с компьютерами, развивается и компьютерная графика, естественно. Вот сейчас она заняла большой пласт в нашей жизни и на нас очень сильно влияет, вот, поэтому технологии, ну, все развивается дальше и дальше, я думаю, это будет процесс идти только вверх. Ну, все начиналось, так скажем, с 2D, да, вот насколько сейчас это актуально, вообще кто-то работает и профессия 2D художника, насколько она востребована или нет? Ну, профессия, вообще профессия художника, если взять человека творческого, который рисует там, маринист, допустим, да, вот мы в Севастополе море, конечно, прекрасно, каждый отображает какие-то вещи, но в плане искусства, да, а в плане, допустим, какой-то общественной жизни, ну, вы сами знаете, что мало ценителей уже, да, какого-то такого прикладного искусства. Вот, допустим, дизайнеры раньше использовали скетчапы, а другие нарисованные, да, как бы на листе, вот, показывали там дизайн и человек говорил, да, 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 сейчас с технологиями все пошло намного дальше, сейчас людям уже надо 3D-картинки, то есть там есть программы специальные для того, чтобы сделать интерьер не существующий существующим, да, нанеся все материалы, смоделировать ту же мебель, которую вы завтра купите непосредственно в магазине, да, вот. Вот, и на данный момент уже пошла такая технология, что можно даже походить по своему собственному дому, который не существует, да, вы можете взять в строительной компании, допустим, чертеж вашей будущей квартиры, и пока дом строится, вы можете гулять по своему дому уже, так, хочу поменять это, хочу поменять то. Ну, вот у нас есть пример такого, такой прогулки, скажем так, на видео, давайте посмотрим и прокомментируйте заодно, что мы видим на экране. Мы видим сделанное видео в программе, вот, то есть с музыкой идет динамика, то есть это просмотр, созданный дизайнером картинка, и здесь вы будете наблюдать, ну, про то, что я говорил, вот сейчас будет выбор непосредственно кухни, да, то есть человеку нравится несколько вариантов кухни, он может сразу вживую выбрать, какую кухню, как он будет себя там чувствовать, то есть уже наглядно, сейчас ящички тут открыться должны, вот, раз, прекрасным образом, да, то есть такой мини-фильм, где я буду жить, да, можем так вот назвать, вид с окна, пожалуйста, да, конечно, вот, всем узнали, наверное, это здание, вот, то же самое, ну, получается, вы проходите по всей квартире, вот сейчас будет пол меняться, если я не ошибаюсь, да, вот сейчас будет пол, видите, паркет там. То есть пол меняется, там, нажатием определенным? Да, нажатием, то есть человек сам ходит, это видео просто снято с экрана, то есть человек с стрелочками ходит и сам может просмотреть, то есть детально, то есть очень проработано детально, позволяет сейчас делать компьютерная техника такие видео, и если был бы шлем, да, то есть вот этот VR, можно тоже ходить прямо по квартире, то есть берется программ, программируется, и вы надеваете шлем и ходите по существующей квартире, ну, видите, не стены бетонные, а уже интерьер, это прекрасная возможность, как бы, ощутить себя уже в несуществующем, да, вот такая реальность, которая там в фильме, там, газонокосильщик, там еще где-то было, вот, 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 вот мы дожили до этих, как бы, дней. Вот, действительно, все в мельчайших деталях мы видим, а насколько сложно создание вот такого видео, таких моделей, и сколько времени это занимает? Данное видео делать, ну, надо где-то, сейчас скажу, сколько затратил, наверное, 15 дней, ввиду того, что необходимо, ну, все сконструировать, то есть мельчайшие детали, которые вы видите, да, там, вот, подвесные лампы, телевизор, вот, это все надо сделать, вот, то есть, видите, даже можно посмотреть, включить, можно вот даже нашу программу можно было включить и посмотреть, как бы смотрелись, допустим мы, вот, то есть все подушки, все-все-все, настраивается вручную и создается, ну, индивидуально, вот, поэтому, а для того, чтобы это создать, надо просто выучиться, да, иметь, пользоваться этой программой, вот, поэтому у меня ушло на это два года, как бы, вот. К обучению? Да. Только одной программе, а вообще, чтобы создавать что-то подобное, сколько нужно учиться, это наверняка не только получить какой-то, вот, просто база, да, но и постоянное повышение, квалификация. Конечно, конечно, вы нарабатываете, то есть, реалистичность картинки зависит именно от вашего навыка, да, как вы можете настраивать, то есть, придавать движение, вот, сейчас шторы закрылись, да, то есть, в этом, в этом качество, да, а создавать стенки, это можно научиться уже, ну, не за сильно большой, как бы, период времени, там, месяц-два вы уже сможете в программе камеры настраивать, вот, как телевизионная камера, там существует такая же, только цифровая, да, вот, с этими же параметрами, то есть, надо разбираться не только кнопочки, там, да, тут создавать стульчик, надо будет еще знать настройки света, камеры, то есть, ну, реальные настройки, те, которые есть у нас, там, фототехники, допустим. Ну, а помимо создания подобных видео, там, которые применяются в дизайне, там, квартиры, интерьеров и прочее, может быть, в строительстве, как еще развитие компьютерной графики влияет на нашу жизнь? Компьютерной графики, ну, во-первых, это кино-мультики, да, сейчас вот Маша Медведя, там, все диснеевские мультики снимаются только в компьютерной программе, все раньше, там, ну, погоди, рисовали от руки, да, и создание фильма занимало очень большое промежуток времени, то есть, сейчас на планшете быстро анимируется, это все уже есть программа, которую ты задаешь, и человечек бежит, допустим, улыбается, смеется, вот, а если взять общественную какую-то жизнь, то развитие программы таких 3D, да, способствует развитию непосредственно, там, если надо человеку зуб ставить, да, и можно отобразить его прямо зуб, который ему нужен, то есть, протезирование, да, там, хирургических методов, вот, также 3D-принтеры есть определенные, которые там детали какие-то делают на производстве, да, есть какая-то деталь, которая там новая, и можно ее сделать на 3D-принтере, тоже делается в программке, задается, ну, и, там, в Китае вообще дома строят, да, то есть, проектируют дом, делают огромный 3D-принтер, и он из бетона, там, это все строит, видимо, им очень надо, их много, поэтому быстро разводить. Николай, ну, я не знаю, насколько это возможно, но если простым языком, вот, наверное, многим будет интересно, как работает 3D-принтер, я думаю, большое количество людей слышали об их существовании, но именно технология работы, и не всем может быть понятна или известна. Существует ряд программ, в которых можно спроектировать, да, непосредственно что-либо, там, деталь, есть, там, известные, там, 3D-MAX, 4Cinema, там, ну, их очень много-много-много-много, вот, и у них есть один определенный файл, который отображает то, что вы создали в линиях, ну, чистые линии, вот, и есть разные принтеры, которые могут, ну, это сделать, вот, и загружается просто в принтер программа, принтер может быть работать, там, на пластике, на порошковом гипсе, выжигание, даже есть металлические, вот, и, ну, чем ограничены, ну, ограничена масштабностью это все дело, вот, сейчас очень известное в Москве такое, дарят фигурки друг друга, слышали, да, может быть, нет, есть сканер, вот, можно вас отсканировать, как вы есть, вот, прям, на самом деле, вот, улыбающаяся, красивая девушка, и, вот, вы будете такая же, то есть, задают ваши параметры, и вы уже в цвете, так скажем, не надо раскрашивать вас будет, да, вы уже выйдете, вот, и вам, вас кто-нибудь вам и подарит, допустим, на день рождения. Ну, очень интересная идея, скажем так, подарка, подарка, да. Да, идея прекрасна, но она дорогостоящая на данный момент, очень сильная. Ну, вот, что касается развития, опять-таки, 3D-графики и прочих, там, технологий, вот, 3D-принтеров, например, да, понятно, что используется в других странах, в крупных городах, но вот, а насколько это отрасль развита в нашем регионе, в нашем городе, в частности? В нашем регионе и в нашей, не знаю, городе, я не знаю, чтобы у нас был такой принтер. Нет, ну, не только 3D-принтер, расскажем, насколько используются все достижения, просто графики, ну, если в дизайне интерьеров, я думаю, конечно, используются, да, а что-то большее. Ну, я думаю, протезирование однозначно есть, вот, просто я уверен в этом, что создаются, а, ювелирные изделия, конечно же, вот, я забыл за это сказать, то есть, любой человек может обратиться к 3D-дизайнеру, допустим, да, смоделировать любое кольцо, и ювелир сможет его отобразить, потому что там в размере, ну, то есть, все четко, и можно выверить даже до грамма, миллиграмма золота, сколько необходимо, и размещение, допустим, камней, там, ну, этого всего. Ну, вот, медицина в основном, я думаю, использует, вот, ювелиры, ну, и дизайнеры, естественно, вот, а, еще знаете, кто использует, люди, которые занимаются тюнингом автомобилей, я же, ну, я же игры, да, которые, там, гоночные, вы можете, там, менять что-либо, вот, и в этой отрасли тоже можно вашу машину сделать красочные, разноцветные, вот, она у вас стоит, пока беленькая, да, а вы уже в компьютерной программе можете сделать с ней все, что угодно, какие там наклеечки наклеить, да, то есть, диски поменять, все это можно делать, ну, еще машина не готова, как бы, а вы уже все можете это сделать. Ну, то есть, во многих очень отраслях используется компьютерная графика, можно сказать, что практически… Если бы, вот, технологии позволяли, мы могли бы тут натянуть с вами зеленая поверхность, да, это технология Кей, вот, почему, иногда спрашивают, почему зеленая, либо синяя, для того, чтобы отличался максимальный цвет, отличение от кожи человека, там, компьютером задается, убирается все зеленое, и мы бы сидели, допустим, на фоне, там, я не знаю, Москвы, Нью-Йорка, любого города вообще, вот, там, речки, допустим, природа еще, включить, и, представляете, вот, там, космические новости, да, там, летели бы сейчас все. И, конечно, переселись пространство с вами и общались на эту тему. Ну, да, отличная идея. Николай, ну, что же, спасибо, что к нам сегодня в студию пришли, за ваш интересный рассказ, ну, я вам желаю успеха в вашей профессии и, в целом, вашей деятельности. Спасибо большое. Это была программа «В контексте». Напомню, о компьютерной графике говорили с дизайнером Николаем Ефремовым. Ефремов, впереди еще много интересного, оставайтесь вместе с нами на ИКС. Спасибо. 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 Спасибо.